Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль представлен грязь-болотоход Niva 2131 На этом автомобиле пошли газы срывают патрубки Сейчас возьмем пионерский шарик и оденем его на пробку радиатора Заведем, посмотрим, как автомобиль дует шарики Фирма Contex Проверен электроникой Заводим А не получится, уже патрубок порвало парит Не получился фокус Но он надувается Надувается до такого, что его просто разрывает Но уже патрубок сорвало Поэтому дует до другого места Ладно, снимаем головку Отключаем клемму аккумулятора минусовую Снимаем корпус воздушного фильтра Здесь ничего нового нет Откручиваем среднюю гайку Головка на 10 Также отщелкиваем вот эти зачелочки Снимаем крышку Какой здесь уставший фильтр И откручиваем вот эти 4 гаечки на 8 Вернее здесь их уже не 4, здесь 3 Шпильки нет, резьба видеть сорвана Открутил гаечки, поднимаем фильтр Хотел показать здесь с обратной стороны Вентиляция прикручена Я ее даже откручивать не буду Я ее просто отломаю Она треснула вся по кругу И держалась только снизу Теперь мы сливаем антифриз Что у нас там осталось Здесь у нас на блоке есть пробочка Возле датчика Так, вот она наша пробочка Если вот здесь вот видно Вот я на нее одеваю головку На блоке на 13 Откручиваем ее И сливаем антифриз Ладно, пока мы с этой стороны Тогда откручиваем трамблев Головка на 13 Вот гаечка Снимаем лапку прижимную Называется гусиная лапка Снимаем все подсвечники Снимем вакуум Высководный провод И вытаскиваем трамблер Двигатель грязный Убирать не будем Отключать Хотя, что и не отключить Сейчас отверточку возьмем Отключим Все, снятый трамблер полностью Ослабил патрубок Снимаем патрубок С этой стороны И снимаем С этой стороны Откручиваем под замену Здесь я Тоже поослаблял Снимаем С карбюратора Топливные, вакуумные Обратку, подачу О, даже уже и на этой ниве сделали Клапан EGR Рециркуляции Зачем он здесь такой нужен Вот вредитель Даже не его испортили Так, ну теперь мы По периметру Так Что Снимаем этот патрубок Тоже Открутим Массу Отцепим Гаечка на 13 Массу отцепили Также откручиваем На приемной трубе Вот эти 4 гаечки Приемную трубу Отодвинем А коллектора Уже снимем Потом вот здесь Вот снизу Откручиваем Вот эти 2 гайки На 13 Здесь Одна держит Получается Да ничего Она не держит Там уже нету Должна Жаровня стоять Жаровни нету Открутим Вторую гайку И трубка Вот здесь Которая у нас На шпильку Одевается Чтоб нам ее Не гнуть Ничего Мы отогнем Вот это ушко Оно пропилено Мы его Повернем По статистике И тоже снимем Откручиваем Гайки на приемной трубе Открутил Здесь гайка Не открутилась Она здесь Отломалась Когда снимем коллектор Посмотрим Что там с ней сделать Вот про эту трубку Я говорил Вот мы ее Отогнули в усик И все Теперь у нас Трубка останется Нетронутая Также снимаем С печки Верхняя патруба Которая у нас На головку идет Вот его Цепили Теперь мы Снимаем Трос подсоса Ослабляем Ключик здесь На 8 Снимаем Тягу газа Вот здесь фиксатор Поднимается вверх Поворачивается И тяга выталкивается Также снимаем Здесь стопор Снимаем пружину И снимаем Тягу газа Вот здесь На этот кронштейн Сбоку Отвертка ослабил Переподнял его Теперь тяга Может легко выходить Так Штаны У нас Отошли Теперь мы Откручиваем Клапанную крышку По периметру Гайки Головка На 10 Откручиваем Открутил клапанную крышку Снимаем Берем Ну что мы видим Как и у всех вазов Сейчас мы откручиваем Болт распредвала Перед этим мы Ослабим Нет Мы сначала сорвем Болт распредвала Потом мы Снимем Натяжитель Уже открутим Звездочку И после этого Будем крутить Распредвал Здесь у нас Спереди На звездочке Зашплинтована Шайбой Сейчас попробую Показать Вот он Сейчас мы Ее отгибаем И откручиваем Болт Болт на 17 Звездочке Звездочке все болт мы ослабили теперь мы снизу вот под этим тройником вот видно гаечка у нас натяжитель двумя гаечками на головка на 10 прикручен сейчас мы их откручиваем и снимаем его вот Достаем шайбочки, чтобы не уронить. Одна шайба. Достала вторую шайбу и вот сейчас достаем натяжитель. Вот он натяжитель. Но он не вытянут до конца, поэтому говорит о том, что цепь не растянута. Откручиваем болт. Шайбу надо будет новую взять, она уже не раз гнутая. Снимаем шестерню. Пока мы ее не убираем, так оставим. Сейчас распредвал снимем, нам удобнее будет. Откручиваем распредвал. Вот эти все гаечки на 13. Откручиваем. Откручиваем. Откручиваем все гайки. Снимаем распредвал. Скидываем шестерню с цепи. То есть цепь с шестерни. И перекидываем цепь через башмак. Цепь у нас останется здесь на автомобиле. Потом мы ее поднимем и также оденем на шестерню и установим на распредвал. Сейчас мы откручиваем болты. Головка на 19, 10 болтов и 11 болт с этой стороны. Сейчас я его покажу. Вот этот вот болт на головке. Он на 13. Так называемый 11 болт. Так, этот болт я выкрутил. Откручиваем. Хочу посмотреть усилие. Вот первый болт и средний болт были плохо затянуты. Остальные нормально. Два были плохо. Откручиваем. Болты я вытащил. Открутил. Снимаем последнюю вот эту паку. Этот снимем отсюда. Так, а этот у нас вообще остается на коллекторе. Он нам не мешает. Ну, вроде бы у нас, вроде бы у нас все отцеплено. Поднимаем головку. На приемной трубе еще держится. Не отходит. Не отходит. Когда будем ставить, тоже надо будет заводить на приемную трубу. Понял, я не могу сместить головку туда с приемной трубы. Из-за маслоотделителя. Чуб у нас здесь длинный. Маслоотделитель входит. Поэтому мы его сейчас открутим. Гаечком 13. Выкрутился он вместе со шпилькой. Вот такая вот конструкция. А вот теперь мы сможем сдвинуть головку. Сдвигаем головку. Сдвигаем головку. Сдвигаем головку. И уже видно всю картину. Вот темно не прижималось. А здесь вообще вон, все разрушилась прокладка. Видно и цилиндр немножко чистый. И прокладка. Сейчас отвертку возьму. Резкость навелась. Вот она прокладка. И прямо водяной канал. Ее почему-то всю пошло. И здесь, и здесь. На всех цилиндрах нормальная. А на первом цилиндре ее всю сломала. Так, отрываем прокладку. А снизу она вообще выгорела на первом цилиндре. Вот здесь она и дула. Ладно, сейчас смотрим головку. Перевернем. Что там.